Продолжение следует... 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 А вот весь огромный массив данных невозможно поднять без работы с источником, то есть со старой газетой, с древесионной книгой. То есть только там можно сделать какие-то открытия. А так в основном уже такая литература, которая нацифрована, она введена в научный оборот. Открытия ждут в основном только те, кто в старых журналах, газетах копается, книгах. Можно пока посмотреть лекарств, там я еще много выложил, которые у нас на лекарствах. Библиотека наша самая, можно сказать, древняя и старинная на территории нашего региона. В прошлом году ей исполнилось 110 лет. К сожалению, во время войны библиотека была разгромлена и практически весь фонд уничтожил. Но тем не менее, после войны было успешно, я считаю, восстановление нашей библиотеки. У нас много древних и рукописных книг. Самая древняя книга «Ровесница» нашему городу, которой больше 400 лет. Естественно, это книги все церковные, песнопения, Евангелия и так далее, которые представляют и сегодня большую историческую ценность для тех людей, которые изучают историю, язык, письменность. Ну и так как фонд библиотеки универсальный, то, конечно же, мы выписываем и имеем, приобретаем литературу по всем отраслям знаний. Конечно. У нас много очень мероприятий, направленных на молодежь. Это и, как вот у нас такие уже ставшие традиционные краеведческие четверги, когда мы рассказываем о каких-то интересных моментах и мероприятиях, связанных с нашим городом, с нашей областью. Это интеллектуальные среды, где просветительские лекции читают. Это и философские «Читаем Платон вместе» тоже такого рода лекции проходят. Это игра «Что, где, когда». Ну и многие-многие другие мероприятия, которые и встреча с писателями, и просто с интересными людьми, где можно прийти, где можно стать участником, где можно почитать стихи, например, традиционные цветаевские костры, которые мы проводим. То есть разного рода направления можно найти для молодежи, для своей души, сердца, мероприятия в нашей библиотеке. В первую очередь я бы хотела сказать, что сейчас очень много присылают нам литературы различного направления. И когда приходит какая-то литература, связанная с православием или с религией, прежде чем ее принять в фонд библиотеки, мы обязательно консультируемся с нашей эмпархией. И если нам дают добро, что если это православная литература, то только после этого мы можем принять и принимаем ее в свой фонд, и уже смело и спокойно рекомендуем ее нашим читателям. У нас, например, на сайте есть и интервью, и фотография отца Олега, который Киличенко. Он часто бывает в нашей библиотеке просто как читатель. И мало того, конечно, мы общаемся с ним и проводим, если какие-то встречи, то мы его приглашаем. Он с удовольствием к нам приходит и встречается тоже с нашими читателями. Наша библиотека является членом комиссии по канонизации. И после принятия какого-то человека в ранг святых, естественно, ему посвящается и выпускается книга. Обычно такие книги и презентации их проходят в нашей библиотеке. Конечно же, мы принимаем обязательно участие в Днях православной книги, тоже вместе с нашей епархией. Но и международные фестивали, посвященные Александру Невскому, они, конечно, проходят всегда тоже с нашим участием. Так что мы взаимно помогаем друг другу и, естественно, работаем на нашего современного читателя. Во-первых, я хочу сказать немножко и в пользу гаджетов. То есть мы должны представить разные варианты. Кому-то нравится в электронном виде прочитать, быстро познакомиться с материалом и себе откопировать. Но я уже говорила и говорю еще раз, что у нас есть книга «Ровесница нашему городу». В печатном варианте через 400 лет мы имеем возможность взять ее в руки, мы имеем возможность посмотреть, какая это была бумага, какая была печать, какое было письмо, какое было полиграфическое издание. Это целая наука и целая культура и история. И это никаким электронным носителем заменить невозможно. Мероприятие проводится у нас по линии Министерства культуры. Каждая библиотека нашей области, районная, получает православную энциклопедию, как продолжающееся издание. И оно идет и поступает в каждую районную крупную библиотеку. И такого рода мероприятие, когда касается православной книги, тоже на местах в районных библиотеках проводится. В библиотеках Горького приветствую всех почитателей истории родного города на очередном Кривейском четверге. Сегодня на нашем вторая лекция цикла лекторского Сергея Иванова под названием «Тайны городских подземелий». На первой лекции Сергей Михайлович рассказывал нам о катакомбах Свято-Духового монастыря. Кто был и слышали, и я думаю, что все остались очень довольны, потому что лекция была интересной. Я думаю, что и может целый сериал делать по Свято-Духовому монастырю. Ну, для тех, кто не знает, и кто сегодня первый раз пришел, напомню, что Сергей Иванов – кандидат философских наук, пресс-секретарь Волгоградской епархии, педагог дополнительного образования детского и юношеского центра города Волгограда, исследователь истории православия в Волгоградском регионе, автор многочисленных хронографий и публикаций в прессе, многолетний савтор доктора и логической наук профессора Василия Ивановича Супруна, по истории православия на Волгоградской земле, реактивный разработчик и популяризатор темы подземелья Царесина, Сталинграда, Волгограда, член Царесинского генеалогического общества, участие в многочисленных просветительских мероприятиях. Сегодня, как я уже сказала, тема нашего четверга – тайных городских подземельей «Бункер Сталина». 24 ноября ждем вас на третью серию «Тайных городских подземельей». Это будет бункер Сталинградского комитета обороны. Я знаю, что многие, наверное, а может и не все, а какая-то часть уже ходила на экскурсию с Романом Шкодой, но я так думаю, что еще раз послушать и подробнее услышать об этом бункере. Я думаю, вы придете 24 ноября. 18.00, как всегда. Но прежде предоставить слово Сергею Иванову. Традиционная викторина. В прошлый раз я была удивлена, что у нас все ответили на вопросы. И надеюсь, что сегодня вы тоже ответите. Поскольку у нас сегодня тема сталинская. Какие бункеры Сталинграда-Ладограда, кроме уже озвученных, сегодня ставленный бункер комитета обороны, вы знаете? Убережье на Кипляне считаете? А что, есть такое? Да. Я так не знаю. Я даже не знаю. Где, скажите? На Кипляне, на Кипляне, на Кипляне, на Кипляне, на Кипляне, на Кипляне, второй армии? Родинцево. 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 Которая сейчас я... Про Кипляне я не знаю. Вам закладочку тоже патриотической тематики. Сталинградской. Команды звуков дивизии Родинцево-Штольня, которая находилась под железнодорожным полотном, имела выход и к Волге, и впоследствии получила название Турба. Но это еще не все. Еще есть... А у Людникова есть в районе баррикадов? А вы знаете, еще катакомбы под промышленными гигантами северной части города. А это элеватор как-то. Заводами баррикады и монастырные. Так что Людников тоже было, наверное. Потому что баррикады там были... Да, мы еще оттуда. Привет. Ну... Есть элеватор. Есть такой у нас в списке? В списке у меня нет. У меня, видимо, самые такие знаменитые. Вот. Ну, я как раз это выбрала. Да, даже Чирьков, который за... Тогда за стадионом... Так, что вся тема рожда вам встречает. Отдельно нужно выделить подземелья Зарепты, которые органы МКВД взорвали с самого начала Турбинградской битвы. Во время войны туннели и городские коммуникации активно использовали как наша, так и немецкая разведка. А также саперами и просто попавшими в них воинами. То есть подземелья было много. Вот это, видимо, самоизвестные, самоизученные. Вот. А все остальные я даже не знаю. Так, это вот наш ответ на первый вопрос, кстати. По поводу спичек надо отдать вам. Потом следующий вопрос у нас. Ну, раз мы же говорили о Сталине, ответьте. Когда он был в нашем городе, по какому поводу? В 1918 году. Здравствуйте. Бункером Сталина начал заниматься, не знаю, наверное, где-то, может быть, 5-6 назад, после уже подземелья Леодорские. То есть это было логичным продолжением. И начал читать, собирать дарные, чего только не наслушался. То есть наши журналисты, конечно, писали про это сооружение столько интересного. На форумах интернет пишут, что бункер Сталина находится под Желтым домом и по ночам в долину Царицы уезжают грузовики с какими-то загадочными грузами. Потом кто-то писал, что там, да, было обкомыска, думаю, убежище, там прятали золото. И один журналист писал, что на самом деле сталинский бункер был именно на заводе СТЗ, что именно туда Сталин приезжал. Он был еще в 30-х годах у нас по пути на Черное море, и спускался на пароходе по Волге. И вот журналист, лет, наверное, 6-7 назад говорил, что на таком крупном предприятии должны были быть специально выходящие к Волге железобетонные туннели, чтобы сталинский автомобиль мог с парохода проехать вот в этот бункер. То есть на самом деле, конечно, да, был отдельный бункер на СТЗ, но он начал строиться уже в 42-м году. То есть потом я о нем подробно расскажу и покажу схемы, начерченные его проектировщиком, начальником отдела УТК. Но это все из личных архивов. А сейчас вернемся к Сталинскому. Тоже несколько лет назад бывший директор Волгоград-Патриот-Центра рассказывал в интервью журналистам, что бункер был построен в 36-м году московскими метростроевцами. Потом Диггера, некоторые известные наши в Волгоградские, дают интервью, говорят, что в 30-х годах к нам прибыли московские метростроевцы и сделали этот бункер. Ну, естественно, известный наш архитектор, уже ушедший от нас, вот Жорова тоже писала, что она была в нем, видела огромный зал высотой чуть ли не 10 метров, в котором стояли самолеты, танк, в случае чего самолет должен был вылететь из этого бункера, чтобы там спасти там дождя. Ну, конечно, столько вокруг него наверчено. Там дидеры пишут, что КД от него ведут везде, и к Волге, и к Кировскому комитету обороны, и к Волоканалу. Ну, то есть, вот все перемешано. Потом пишут, что бункер городского комитета обороны находится под всей площадью Косомольского сада. То есть, на самом деле, документов по нему очень много. Хотя, еще там один журналист писал, что тайны бункера Сталина скрыты в архивах КГБ, как бы мы о них никогда не узнаем, что строители, которые возводили этот объект, не хотят даже говорить о нем. Ну, понятно, что эти строители уже давно ушли от нас. То есть, не осталось никого. Но удалось бы возродить несколько кусочков памяти тех людей, которые все это строили. Ну, вплоть даже до схем, про их на таких участках. Ну, конечно, вот даже взять телевидение. Есть такая известная передача «Искатель». Ее ведет Андрей Гин. Ну, точнее, раньше ли он. И там есть фильм «Семь павловских бункеров». Ну, это Горький, Самара, Саратов, Ульяновский, по-моему. Нет, Ульяновский нет. Ну, в общем, несколько таких городов по-русски, которых возводились запасные командные пункты для составки верховного губа на команды. Ну, и вот рассказываю об этих КП. Конечно, больше всего делается упор на Самарском бункере, поскольку он самый мощный, по типу станции метро, там, как бы, строго, как говорят. И в него сейчас пускают туристов. Туда, конечно, очень дорогой входной билет, но все равно можно все пощупать, посмотреть, где планировал бы быть Сталин. Хотя бы нет. И как раз описывая наш Сталинградский бункер, эта передача «Искатель» показала интересные кадры. То есть, пековые сосны, лес огромный, танковые башни, такие торчат из-под земли, вот какие-то катакомбы, переходы, паттерны, ну, то есть, соединительные такие, как бы сообщения, подземные. То есть, и рассказывают, что кто-то из волградских поисковиков, или там, Дипплеров, повел их, нашел все это. Ну, на самом деле, показали они, конечно, подмосковным припроемом, обычно. То есть, понятно, где торчат пулеметные гнезда, танковые башни, где ставили. То есть, бункер для Сталинградский, конечно, не может располагаться на маленькой глубине, 2-3 метра, да, это не объект обороны, то есть, в нем не надо от кого-то отбиваться. И наш бункер был вообще вне категории, как вы знаете, там, до войны, по-моему, делились на 2 категории, 1-2, ну, в зависимости от защиты, там, от воздействия драмной волны, там, от бункера, и так далее. Ну, вот, наш был вообще вне категории. Вот удалось найти такие интереснейшие данные про него. В 60-х годах еще писали путеводители исторические по Бугограду, говорили, что вот сохранились остатки входа в бункер. Ну, потом предложили восстановить их уже в 88-м году. Вы знаете, известный фонтовик наш, что-то, Далакян, да, он как раз протягивал связь к этому бункеру, соединял его с ВПУ, то есть, вспомогает в управлении, который находился в районе Мельницы. И также предлагал восстановить его Брылев, то есть, наш профессор известный, в 89-м году. Он говорил, что надо склонной царице то, что осталось, оставить в естественном состоянии, потому что в районе гостиницы «Актер» находятся штольные штабы с Меградского фронта, которые могут стать экскурсионным объектом. Ну, то есть, конечно, если бы в комплексе увязать ту линию железной дороги, которая сейчас восстанавливается, да, в пойме царицы, потом восстанавливаем, опять же, детско-юношеский центр, да, в котором я с 92-го года как раз работаю, да, в кривейческом огне, то можно теоретически, конечно, но при больших положениях, да, несомненно, то есть, придется составлять очень сложный проект, откапывать там от 7 до 10 метров песка, вот эту долину царицы, которая замыта, искать остатки штоли, там очень сложные гидрогеологические условия, они уже там в 44-45-х годах практически проседали, то есть были все срубы охвачены грибком, но при современном уровне, так скажем, строительства можно, конечно, сделать, как бы, по типу памятника, понятно, что это будет, ну, там, по сути, новый объект, но на том же месте и с теми же предметами, которые там находятся, чтобы пораньше все-таки этот объект будет восстановлен, и тем более город наш, который долгое время носил, как бы имя Сталина, но, может быть, интереснейший объект, связанный, пусть косвенно, конечно, я говорю часто так называемый блокер Сталина, потому что, конечно, Сталин в нем не был, и делся объект как специальное убежище, как зовут, запасной командный пункт для ставки верховно-глубленной команды, то есть, когда немцы начали подходить к Москве, то Ставка приняла, Государственный комитет обороны принял в ноябре 41-го года специальное распоряжение, это номер 945, оно есть даже в интернете, его опубликовал Максим Матвеевич Сугорулько в известнейшем таком томе Сталинградский городской комитет обороны в год Великой Отечественной Документы и материалы, знаете, там есть как раз данные о ходе строительства его, о сдаче его, приемом человеком акции, даже вплоть до награжденных метростроительцев, которые получили ордина и медали, то есть вот эти все данные, так вот и есть, и вот это постановление говорилось, значит, оно называлось «О строительности специальных убежищ в городах Ярославле, Горьком, Казани, Ульяновске, Куйбышеве, Саратове, Сталинград». То есть туда планировалась эвакуация важнейших каких-то правительственных учреждений. Но вот по плану эвакуации, в частности в Камышине, там тоже строился очень интересный бункер первой категории, туда планировалась эвакуация в Министерстве юстиции. Но позже все-таки их перевезли еще там дальше. Это я уже на следующих вам буду рассказывать. И ответственным за исполнение, что важнейшего задания, стал член ГКО Лаврентий Берия. Специалисты метропроекта сделали типовой технический проект убежища, планировали начать работу уже 1 декабря 42-го, но обстановка была сложная, а 1 декабря 41-го года закончить уже 15 января 42-го. Но носила коррективная обстановка. Для выполнения работ Московский метрострой создал специальную группу, которая состояла из бригадиров-проходчиков, инженерно-технических работников. И вот интереснейший документ одного из начальников участков этого строительства, Ткаченко, предоставил геолог, такой наш очень известный, сам, он начал переписываться с Ткаченко, когда проводил бурение разведочное в 69-70-й год по склонам Царицы в районе Желтого дома. И вот к нему приехал Ткаченко, он тогда был главный специалист в госстроя РФСР. И вот в 74-м году он по инженерной памяти, естественно, все по своей создал, нарисовал чертеж, проект, то есть где четко говорится, как это убежище было сделано, из чего, какую площадь имело. То есть вот мы сейчас сперва сделаем привязку из него, царицеские, то есть вдали железная дорога, но сейчас тут все засыпано, сейчас полно. А это так называемый ковш, геологическое образование, где идет изгиб. Вот примерно вот тут сейчас находится желтый дом. Вот тут примерно, да? Вот прямо по центру фактически снято, вот видите, какой огромный ковш, и вот тут в его середине, где я показывал, как раз были сделаны вот эти два входа, в пункте Сталин. Это улица, ось улицы Ворошиловской, которая в советское время так называлась она, и когда сюда прибыл Ткаченко, он как раз с Самусем вместе нашли улицу, нашли старика, даже еще жившего, в домах, внизу царицы, даже я еще когда-то там лазил, в 82-м или 83-м, еще помню эти жилые дома. И как раз старик рассказал, он говорит, вот видите, стоит стол, а на нем даже еще вывеска осталась такая побитая пульмина, вся перекошенная, там, Ворошиловская, или Ворошилова иногда ее называют. Вот, он говорит, да, был тут бункер, ну, тогда еще даже входы были видны. Так, сейчас примерно покажу, это немецкая фотография, перевернутая они, видите, да, из бункерс-архива, то есть вдали видят дом Миллера, так называемый, да, вот это красивое здание, башеное, да, а это снято, понятно, с полотна железной дороги, ну, почти с полотна, да, вот тут Кулыкинский взвоз, мостик, дальше там далеко, там Астраханский, да, и еще железной дороги маленький, все полуразрушенное, вот в этих казармах, скорее всего, жила охрана штаба, потому что он был, конечно, очень большой, даже цветная фотография, А вот из нашей же советской книги, вот четко обозначена, видите, одна звездочка, это вот как раз штаб Соленгардского фронта, да, вторая звездочка, горсад, бункерс ДКО, да, да, и другие объекты, вот даже пятая указана, КП начальника Когнедона, помните, Сараев, 10-я дивизия, да, это вот, и вот у них тоже будет, есть даже фотографии, как строят, то есть в принципе, четко видно. И, значит, строительство, прибыло сюда бригад метростроя, и они посменно, днем и ночью, в очень тяжелых условиях, начали проходку, сделали две штольни подходные, общей длиной 136 метров, то есть примерно, вот Каченко пишет, по 60, по 70 метров, у нас были две штольни, буквой П, они туда уходили, а этот вот я покажу, наверное, вот так, лучше, наверное, видно, да, то есть, вот видно, вид сверху, ковш, да, вот вверху домик, двухэтажная каменная школа, это Ворошилова 4, улица Ворошилова 4, и вот два шлюзных, портал номер один, портал номер два, тут еще был рядом небольшой домик, покрашенный зеленой краской, в котором уже был Хрущев, как раз вот, и ввел ход сообщения к лесенке деревянной, многоколенчатой, которая вот как раз ввела вниз, к этим ходам, к порталам, то есть перед ними были выложены специальные обмостки для защиты от осколков, вот, от взрывной волны, то есть вот разрез другой, рисовал, да, то есть видите, практически на уровне царицы, да, вот он писал 0,5-0,7, 0,5-0,75, то есть вот практически вход был, так вот очень, высота 2,5 метра, ширина тоже 2,5, то есть почему, ну, конечно, надо поправлять Жорова, то есть который писал, что 10 метров, высота зал, там самолет, танк стоит, там высота 2,5 метра, почти практически, 20-40. А когда царица разливалась, что-то за так? Ну, я же говорю, были специальные, похоже даже на фотографии, то ли от Моски, то ли, там еще упоминается, два моста, которые строили тоже участники этого бункера, он назывался объект номер 98, понятно, что все было засекречено, так, вот начальник участка, строительство номер 98, Московского метростроя, январь-апрель, что-то, это Каченко. Вот тут сечения различные, то есть он говорил, что вставили друг в другу бревна большой толщины, то есть которые вот и держали, рамы из бревна сбиты, вот видим две подходные штольни, то есть буква П, небольшая, то есть они примерно в 60 метрах толкотом располагались, чтобы как будто ударом одной бомбы не смогли закрыться сразу у портала. Значит, две подходные штольни, которые смыкались там коридором, четыре рабочих комнаты и, значит, технический блок, аварийная электростанция, колоритер и другое, и вот санузлы, два санузла, вот даже санузлы показаны, и еще были такие маленькие камеры для запасного бака с водой, и тоже специально откидные скамеечки в коридорах, тоже для сидящих там радистов, для аппаратуры, сложные там, обороты, например, СТ-35 и так далее, и, значит, велось это строительство долгое. Проект убежище от 11 декабря 41-го года утверждал лично секретарь обкома Чуянов и начальник местного НКВД в Воронине. То есть место его было понятно, то есть напротив главной фабрики между железнодорожным мостом и Кулыкинским вот этим взвозом. И вот как раз в 74-м году Ткаченко с Самусим нашли даже несколько труб вентиляционных. Трубу тоже мы еще несколько лет назад осматривали эту. Одна труба 3,53 была высота, диаметр 22, толщина стены там 7 мм. Но они были некоторые подбиты пулей, насколками на территории кинологического питомника. во дворе желтого дома, то есть царицы. И нам рассказывали, что еще давно там пытались в эти трубы лить воду, но она выходила понятно, никуда там, естественно. Там 26 метров. Некоторые источники пишут 27 метров. То есть представляете, попадание там наверное полуторатонный 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 даже на прям объект. То есть мы пытались пробивать тросик с грузом, но там или заглушки какие-то специальные идут, или как-то другая сгибалась. Значит возведение объекта шло туго. Начальником был тоже известный метростроевец такой Трой Е. Значит площадь должна была по постановлению ККО 200 квадратных метров, но в реальности получилось 502 квадратных метра. И в конце концов 26 апреля был акт проверки работ. То есть вот этих счетовых камер, фильтровентиляционных, камер для буфета других. И там некоторые недоделки нашли. То есть электропитание должно было протянуться от ватной фабрики, по-моему. Еще там какое-то было автономное небольшое. И вход должен был быть закрыт специальными защитно-герметическими дверями. Но специальных дверей не нашло. который использовали в микрострое. поэтому устроили такие какие получились. По три двери были деревянные, обитые собой в сторон кровельном железке. То есть вероятно была такая как бы вилка на входе. То есть если взрывная волна попадает в створ прямо в деревьях будет очень редко конечно, то там она должна была разветвляться. уходить и дальше уже в глубине там должна была специальная герметичная дверей створена. Так под нужды объекта вот эту школу еще отобрали. строители жили в одной из школ где-то километрах в десяти от центра города. Удалось найти старинный журнал метростроевец, где подробно участники все это вспоминали. Что мы после вахты ехали на открытой автомашине в одежде, то есть все мокрые там представляете там что такое туннель на подземне. И на морозе конечно одежда быстро сдубела, но приезжали там другая смена заступала. И значит кто еще такого интересного можно рассказать. Ну в некоторых там книжках вообще пишут, что это не царица, а цариценка река Жоровая Жарова ее называют. Фотография еще упоминается 62-го года якобы с фигурами двух женщин на фоне входа в бункер. На самом деле там директор музея панорамы стоит и еще нормальная сотрудница. это вот как раз схему я вам показывал. Это вот бункер по некоторым данным метростроевцы все-таки пробили туда узкоколей. Об этом не рассказывал Орлов Николай Васильевич, это больший представитель Совета ветеранов ФСБ. Он говорил, что тогда ему было 16 лет и он пошел в разведку вместе с Петрухиным, это по-моему руководитель партизанского движения там был один МКВД. Они зашли тут, через вот этот бункер и вышли уже в Царицу. Еще один тоже рассказывали, воспоминавшиным Далакян говорил, то место, где из бункера Сталина идет Штольня к городской комитет обороны. Там как-то было затянуто сетки кроватные, как-то все завалено специально. То есть все темно вроде бы, там как-то не поймешь. Ну про этот тоннель, который вел в сторону Бурсада тоже говорил. Борис Григорьевич Усик тоже об этом говорил. Похоже, это как раз нижний этаж к расколкам китата обороны просто затоплен. А где-то в настоящее время выглядит. Понятно, что тут и склоны подсыпали, когда строили каракул и тератик, и внизу очень сильно. То есть видно ЛЭП. Атака и с и у вас. это вот как раз Хрущев на входе в бункер. Видите, так маленький, да? Хрущев и Василевский и генерал Естинант оказывает второй кинкер или КП номер два. Сталинский называли иногда документ КП номер один или объект номер 98. КП СКПО в Борсаду называли иногда объект номер 98 БИС. А вот как раз массовое газополго удержище, которое было между дворцом как раз мне кажется, что все-таки некоторых из этих фотографий там просто слишком малая высота над входом. С другой стороны там есть одно. Так. И дальше в нем располагались радисты множество еще там штабных. Бывали там Василевский друг, Хрущев, Маленков, секретарь ЦК, Маленков, Машел Тимошенко, начальник генштаба Василевский, командующий Снеградский фронт Геременко, заместитель представителя наркома Танково-Промышленственной Малыши, потом создавали корреспонденты Константин Симонов, Давид Артангер, Возможно и нарком речного транспорта Шашко, другие путей сообщения Багая, оборонных праворечкостей и другие руководители крупные, которые были здесь, в Талинграде. Здесь, как писал Хрущев, что штольня, вот это штольня выглядела очень интересно, даже не как фронтовой штаб. Мы никогда не имели туалет в каких-то специальных подземельях, а потом все было обито дубовой фанерой, даже по архивным данным все это подтверждается, и расходы дубовой фанеры. То есть он намекает на то, что это готовилось под Сталин. Ну, конечно, Сталин не был. Есть еще подробное описание многих людей. название цариц. Убежище, где предстояло разместить штаброны, вот два подхода. Первый это русская, но хорошо откатанная дорога по одной обратно по ней ехали. Второй пеший, ушел от небольшого выпрошенного селена черта собнячка, что не врезалось право этого собрага имело несколько отдельных помещений, оказалось, что смах моментально ненадежным. Помещение тоже будет для военного совета, отделов штаба, аппаратные проводные узла связи. То есть связь там была даже с Москвой. Причем во время порыва, бомбежка до 23 августа, когда Сталин несколько раз звонил маршалу Пересыпкину, то есть руководитель ругался, да я когда здесь был в Царицыне, даже тогда имел связь с Лениным, а вы не можете обеспечить связь. Потом связь наладили через Волгу в этой кабеле и делали запаснение. Ну вентиляция там была конечно плохая, как пишут. И во время бомбежек 27 августа позвонили Чуянову со штаба фронта, сказали вы что нас решили удушить своим дымом. То есть горела ватная флага. Стоит горящая вата рядом. И тут это все похоже дымов эти дымения. Но зато как бы это убежище помогло спасти конечно. То есть уже не правда. Если бы располагались там же дымы были, то есть в школе там в Рашем наеме штаба было. Естественно все произнесли с насадили. Геременко тоже писал о нем. Ну и огромное количество людей. Воспоминания детей военных с Калинградом. И про как он умирает мне подводную лодку. Другим корреспондентам это напоминало глубокую шахту. Тусклый свет лампочек и так далее. И это основные данные. после штаба фронта здесь располагался временный вспомогательный пункт управления ВПУ. Позже они переехали за Волгой в ямы и там были командный пункт то 244 дивизия то еще какие-то отдельные разделения. вот по воспоминаниям людей которые жили рядом просто один из коряков рассказывал что отстреливались затащили пушку прям ко входу спрятались там и отстрелились пока снаряды были потом ее тащили а вход взорвали но известно что в КП номер 2 который под пирамидой был крупный госпиталь немецкий 2000 ранее есть воспоминания военного врача но я на следующий раз скажу подробнее об этом ну вот про КП номер один как-то смутно непонятно ну вот атлас гидроэлогических по-моему объектов карте скаллигроскопа они активно заливались водой из кварцев песков четвертого скатографического горизонта залегающего на 2 метра однако в результате агрессивного воздействия воды санты стали быстро разрушаться и в 44-45 годах подземелье снова начало заливать вот Вольсап Иванович вам рассказал что еще в 60-х годах он чуть-чуть залазил в КП номер когда метрострой проводили туда толкнулись на там объект в бункер Сталина ну на самом деле конечно и КП управление КВД после награждения ну вот благодарим конечно даже по числу награжденных и по тем кто награжден все-таки наверное от к городскому комитету оборуд именно попал от царицы на вот этот бункер из Гайкру представляете там сколько метров Ниги там какие штрафы есть Витные Петростроицы они даже молчали потом в 71-м году в архиве КВД и потом они оказались в милицейском архиве их уничтожили уже в 89-м я нашел человека ну то есть ВЧ там связь там телеграф связь такая право это современная водная фабрика в Ворошенском районе нет она была на дне царицы там же вот у нас сейчас то есть раньше по Пушкинской улице Пушкина он писал что мы там залазили с Чуйковым на колокольню стоявшей рядом церквушки на самом деле это же не церквушки они же немецкие они просто не знают и там приходилось там самим в бинокль уточнять обстановку еще там один солдат который выжил в Мухаченко что ли есть воспоминания что мы сидели в церкви которая располагалась в царице ужинали тут шли наши илы на бомбардировку от одного из них отлетела бомба то есть случайно сорвало крепление как-то она упала прямо в этот дом пробила его до подвала и не взорвалась а потом интересное воспоминание немецкого вот этого врача который был в госпитале крупнейшем для военнопленных потом эта бомба взорвалась которая лежала в этом доме но уже потом то же значит бомбер был построен в 1941-1942 да первые начали пребывать в 1941 году ну Жорова там вообще пишет что нашла какие-то воспоминания что они сейчас у меня книги там чуть ли не то ли в августе то ли в сентябре в 1941 году начали прибывать что там кто-то из железнодорожников и рассказывал но ноябрь в 1941 только постановление о создании книги то есть вот пишет Каченко и метростроевцы и вот другие которые восстанавливали делали все это в журнале метростроевцы они пишут что мы в конце уже в 1941 начали прибывать то есть понятно что это бойные молотки труб да вагонетки туда загоняли там поворотный пункт потом которые загружались там опять загоняли а там вход был из-за добыт лесков да ну то есть уже в 70-х первое формирование долины царицы пошло да на 8 метров там кто пишет 7 от 7 до 10 метров и что вход лучше да то есть представитель это уже был от самого уреза воды 0,5-0,75 то есть представитель и вот подняли там на 7 метров а скажите почему эти бункеры строились именно по линии Волги как известно план Барбаросса предполагал как раз завоевание нашей территории по линии АА то есть Архангельск Астрахин ну вот тут честно говоря и об этом плане было достоверно известно вот один из наших фаналистов вот этот который защищает теорию что главный бункер Сталина на тракторном заводе он пишет что вероятно Сталин может быть хотел там а нет другой консервис писал об этом что хотел эвакуироваться если что сбежать в Иран там ну по Каспийскому морю там по Волгу это абсолютные сказки конечно то есть в любом бы случае правительство ушло бы то есть я читал воспоминания об эвакуации да 15-го в течение пошла эвакуация то есть когда объявили на собрании там всех наркомов там ну в основном она шла вот на Урал Сталин так бы из Москвы как бы не ну Кручев конечно тоже очень много придумал там вообще писал что я почему не понял зачем сюда приезжали там все там нервировали а в Волгограде строители кто-то живет или все москвичи то есть единственный документ в 1974 год это вот тот кто его начальник участвовал причем он не был почему-то награжден списки награжденных Волгогаченко нет то есть почему неизвестно ну мало может быть какие-то потом были у него там доработки или что-то потому что на Гранили там огромное количество не было кстати Цубикова вот наш известный архитектор она тоже была награждена за то что она по-моему там интерьер-отдел что-то такое для этого убежище понимается а он вот их баланс все сняли то есть от объектов отказались пытались находил документы там очень много в государственном архиве там 44-й год да это формирование МПВО то есть местные противовоздушные обороны привлекают к восстановлению но почему-то КП номер 2 иногда его тоже называют массовое газбомбубежье А вот КП номер 1 почему они не участвовали ну вот вероятно из-за Грибова что там лежали люди то есть сложно сказать потому что только немцев откуда выкинули 2000 человек из них практически все там потому что ослаблены как они скажите пожалуйста вот когда нас обучали для работы с иностранцами нам рассказывали что штаб Павлис несколько раз менял местоположание находился в пойме реки Царицы какие вот складки местности там в пойме реки Царицы использовал штаб Павлис а говорили только про реки Царицы в пойме он менял свой штаб менял 3 раз нам так рассказали ну в пойме Царицы вы знаете где это было или где это было потом он все время его менял мощный был одно время штаб в Гумраке потому что там были очень мощные бетонные сооружения наши советские еще не те которые были построены там аэродром же тем более крупные еще землянки в Царице нет он был в Голубинск на Голубинск в тюрьме на поле одно время нет нам так сказали что один из последних предпоследний или предпоследний был в пойме реки Царицы а потом он уже в подвал перешел не было не было не было как и вовремя сварить в сегодняшний момент здесь опубликовано собственно материала священная церковь НКВД которые находились в свете Паурус обслуживали и там в приказе не демонстрировать знания немецкого языка и дневники о чем они между собой говорили на немецком собственно и есть воспоминания Адама откуда они то есть там путь очень простой Голубинск в гумрак потом вавил в городке буквально одну ночь они ночуют и переезжают в штаб я не знаю кто что говорю я вам говорю то что на сколько лет удалось найти но там в долине царицы был еще небольшой наш штаб но это то ли дивизионного уровня то ли ниже отдел какой-то фронтовой тоже одна из балок подавшая в царицу возможно от кондитерки которая уходила то есть она сейчас полузасыпана там еще другой есть объект интересный а какой нельзя говорить здесь если честно потому что здание управления сентуальной управляющей компанией уже такая а вот кстати с рукой выделим вот видели труба побитая осколка традиционная потом еще там была прям в вольере у собак еще две трубы но уже поменьше наверное для бензиновых генераторов выхлопные газы ну скажите а пербс-2 он полностью уничтожен получается чуть ближе к Волге тополя росли вот сейчас скажу в 2000 году был провал то есть тополь двадцатиметровый целиком как раз сам все это осматривал давал заключение по нему потому что я брал документы как раз у сам то есть конечно он и разветвлялся то есть один выход был куда-то в бок наверное возможно заря номер два в какой-то из подвальных помещений завод один выход был прямо рядом с домом миллер то есть судя по всему есть немецкие фотографии там непонятные будочки туалеты ну вокруг нет почему-то подробных фотографий не сохранилось только по нару предоставил хрущева нет никак не соединялся хотя много слухов мне рассказали что якобы он идет от желтого дома прямо до Волги и вы знаете был же еще сурский овраг который шел как по баре сурский КП номер один мы перешли на 300 метров ближе к Волгу значит он не пишет что пробивали Штоль один по второму там только Штоль или он сам какой-то не из бетона входы входы бетонные там пишут кирпичная перемычка а сами равны из бревен и они ставились сплошняком для усиления конструкции мощные бревна друг друг он есть бункер с деревом вот я говорил почему грибок почему пошел грибок на ГП номер два на ГП номер один потом же все вот эти объекты штаба фронта кто заливало там то везде грибок теоретически можно провести эти две штольни метрострой у нас есть наверное дорогой вот этот вход в комсомольском сайте в какую КП он вел из ГП номер один который под желтым домом до бункера СГКО ну вот двое человек рассказывали это очевидцев не сотрудники гражданской обороны рассказывали которые пытались его все реанимировать еще там 2000 как он говорит мы откачиваем ставим маячки то есть опять просачивается вода потому что рядом были очень мощные взрывы бомб и один раз рванул склад артвы припады то есть для зенита которые были рядом то есть даже 500-ый бетон фортификационный там специально все равно где-то дал трещину и тем более может быть входные отверстия коммуникации трубы различные там где кабели входили то есть все это давно прогнило и через них грунтовая вода когда поднялась с устройством ГЭС все где-то затапливается через эти 500 ну да это надо его целиком обкапывать а он уходил на 8 метров глубину то есть два этажа то есть сейчас как бы нижний этаж задоплен там вы на первые этажи не ходили? на нижний этаж так кто же нас тут допустим? тогда как вот писал Бородин это секретарь обхома по строительству есть песнокнижка у него то есть первой обошвало значит строительство командного пункта фронта на глубине 27 метров общая площадь 102 метров вынута земли 21600 публических метров стоимость работ 2 миллиона 300 тысяч рублей строительство массового убежища на глубине 18-20 метров общая площадь 187 вынута на земле 28750 км стоимость работ миллион 900 тысяч рублей работы метрострой начальник метрострой строительство железобетонного командного пункта при глубине 8 метров двухэтажные площадью 6 квадратных метров стоимость работ 750 тысяч рублей работ проводил область строительство трест начальник строительства если какие-то есть еще вопросы скажите чем было обусловлено выбора этого нет открытое святого монастыря их было вообще две копии одна в светском специальном архиве другая в церковном но не удалось их найти возможно это как гипотина что когда планировали возведение КП-ставки то начали поднимать срочно НКВД любые подземные сооружения еще что-то что можно использовать и вот возможно вспомнили ага Леодоровские катакомбы три или четыре яруса то есть первый этаж на 8 метров на 9 нижний вообще 20 метров возможно ли использовать но они были засыпаны в том время еще даже после Леодора возможно документы изъяли тогда а когда прибыли геологи метростроевцы как я говорил проект был типовой вот эта буква П она использовалась везде и в родинцевском КП точнее сначала КП управления НКВД а потом где разместился потом родинцев но не труба а до трубы тоже буква П то есть вероятно искали вот такое место где можно рядом сравнительно разместить две штольни и вот нашли такой идеальный рядом то есть все коммуникации можно притянуть электропроводку там ну это выходит что удешевление строительства просто быстрее сделать ну и потом да учитывалось смотрите до аэродрома который там на Качинске это сколько там пар километров до пристаней центральных тоже там километров полтора возможности эвакуации перевозки не вывезли это оборудование как раз не были что в музее и панораме вот эти со штаба их в яму вывезли сначала хутор яму а вот скажите все таки считаете что бекетки был штат хрущева когда прорвали оборудование тоже дорожки 8 даже сентябрь хрущева считает они были хрущева в это время сидел в кп городского фронта он же подробно описывал что нам позвонили с тракторного завода на задорожный что провались немецкие танки там срочно уточнить хрущева восьмой воздушной подняли разведку подняли разведку хрущева в бункере Сталина ну не знаю они оттуда несколько дней не вылазили подробнейшие воспоминания ну то есть опять информация такая заблокирована то есть считается что ухудили потом просто уходили когда уже там ближе к контрнаступлению уже там штабы переправлялись там с ям там со средней ахты бы они уходили в райгера там то есть у меня бабушка тоже вот они тоже со штабом переходила в райгер то есть из заоон она сначала тоже сидела тут спасибо если кто если кто про первый не слышит то могут просто подойти посмотрите я расскажу там про катакомбы для до если вы что сегодня на 55 да знаем А, кстати, имени Арсений надо потом посвятить, да? Помните, имени Арсений в субботу и воскресенье прославление воскресенье? Да, да, да. Прославление имени Арсений в чтении Гриста Святых, где-то анонизировали, что я не объясню. И в субботу и воскресенье нам ожидается так 20-30 тысяч человек. Ну, да, местные чтимы, местные чтимы. У меня здесь не едет, не войдет. Спасибо. 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 Спасибо.